Христово имя будет прославляться в воскресенье. Подожди маленько, чтобы мне уже голова болит. Ты меня задушила сегодня. Подожди, я дяде книгу покажу. Подожди маленько, дай-ка дотянусь и возьму. Мы такую книгу показываем людям, есть она или нет, чтобы люди верили в Бога, трудились для Бога. А тут садом Гоморру устроили. Безобразие такое. А люди Бога не знают, а я атеист. Атеист что это значит? В ад предназначен. Если человек не верит ни во что, он неблагодарный. Бог дал землю, солнце, воздух. Почему же не благодарить-то его? Еще мирное время стоит. Надо Бога славить. Ибо Господь близок к сокрушенным сердцам. Написано, верующие в Сына Божие имеют жизнь вечную. А неверующие не имеют жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Подожди маленько, дядя, подумайте, что ты непослушная. Подожди маленько. Ну, дышать нечем. Ну, кого тут рухлят такой еще и целуют. Ладно. Значит, Пасха Христова будет. Надо в церковь сходить православную. Подожди-ка. Прославить Бога. Как Он нас сохранил. Как защитил. Если у вас есть желание, можете зайти на наши ресурсы. У нас YouTube большой канал. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Очень большой. Мы деревню православную строим с нуля. Где нельзя ни влгать, ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Чтобы люди славили Бога. Подожди-ка, мне трудно говорить будет. Подожди. Ты сегодня сильно балуешься. Гляди, дядя, глядит. Мне даже неудобно. Потому что я хочу обняться. Обняться. Ой, дышать нещем. Обняться. Ну, с Богом. С Богом. У нас голуби воркуют. Может, слышно даже. У меня три голубятня. Две в деревне. Она здесь. А и в комнате пара живет. Не три. Четыре в комнате. Ладно. Слышно, нет? Вот эти. Где же вы бедствуйте-то? А вот смотрите. Подожди-ка. Мы дома. Дяденька, мы дома. Кстати, козырка вас зовут. Голубок. Давай-ка. Голубочек. Покажи, как ты летаешь. Погладь. Видишь, какие у них гребешки? Турманы. Он такой мощный. Так, подожди-ка. Я вот начальник был детского лагеря. Подожди-ка, сядь рядышком. Подожди. 45 лет. Сам создал лагерь. Господь позволил. Православный. Подъем в 5 утра. До дневного лагеря не было. Дети. Ни одного больного. 45 лет не было. Ни одного. Не отравили, не утопили. Не отравили. Никак. А почему? Начинается день гимнастики, молитва. Раз 5-6 в день купаются. Учим на лошадях ездить, на лодках. Ягоды собираем. Все делаем. Сами себя обеспечим. Государство за 45 лет ни рубля не дали, а тысячи детей подняли. Разные возрасты. Разные национальности. Разной веры были. Мы ни на что не смотрели. Для детей никогда не бывает тесно, как мать Тереза говорила, как звездам на небе. Нас отец вот инвалид был. Войны. Руки не было левой. А у ребятишек было 12. 10 живых. 5 мальчишек, 5 девчонок. И ни одного больного нет. А жили в бедности, в бедности. Мы ни разу не слышали, чтобы родители ругали власть. Никто не слышал. Знали, что надо работать. Отец пасет, за скотом ухаживает колхозно. А мать доярка, 12 коров. А как на ночь идут на ток отвивать пшеницу. И на ворохе упадут. Часа два поспали, опять надо бежать доить. И мама 86 лет прожила. А сейчас люди как мухи мрут. Мне сколько лет, вы думаете? 70. 80. Так у меня за плечами-то, за слово Божие, с какие я муки еще терпел-то. Пять тюрем, лагерь. 26 лет мучения всяких от властей принял. И еще ни одной таблетки не съел. Вот так. А для чего? Бог дает. Мы в природе живем. Раз, а потом ни на кого не излишься. За все Бога благодаришь. На душе легко. Днем никогда не ложись. Днем не ложись. У тебя тромб будет. Оторвалось и капут сразу же умрет. Надо, чтобы туда меньше поступало крови-то. К ногам больше. Вот так. Никогда не ложись. У меня жена за 50 лет ни разу не видела, чтобы я лежал днем. Надо трудиться для Бога. День дан для труда, а ночь для молитвы и сна. А сейчас не знают люди. Чуть-чуть сердца, не хватает лекарства. Ни одной таблетки не съел. Это что-то говорит, нет. И всю жизнь на стройке. И главное, выработка держал, Господь давал. Первое место в тресте. 280-300 процентов. Я Перекуров не знал. Был прорабом. А работать не давали. Приходилось быть печеньком, плотником. Вот Бог дал такую радость в Боге. И даже по рабочей, по безбожьему, все по-другому выглядит. Тебе доверяют. Знают, что я брака не сделаю. Почему? Я знаю, что за все после смерти отвечать перед Богом. А человек смотришь, что там что-то взять, утащить где-то. А тут плотник, иду домой, в карман полез, что-то рукавичку. Да гвоздь лежит, я его сразу выкинул и все. Сегодня так не будут делать. Как-то спрашивают. Прожили они там почти 70 лет вместе. Как вы прожили так? Ни разу не ссорились, он говорит. Да всякое бывало. Ну, чтобы до развода нет. А как вы так? Он говорит, мы жили в то время, когда старые вещи чинили, а не выбрасывали. Ответ-то какой хороший. Старые вещи. Это жена. Она стареет, конечно. Это-то радость-то. Если за время перестройки в России 120 миллионов абортов. Сколько радости-то потеряли. Да какие деньги это купишь? А оно же складывается-то на сердце. Вот она здесь вроде бы как мешается. Ну, обойдемся как-нибудь. Видишь как? Я здесь тоже молодец. Играю, на веревочке прыгаю. Бегаю, в догонячки играю. Березовку берем. И они детям все видят, радуются. Нельзя. А то дядя подумает, что ты дражнешься. Никак нельзя. А откуда вы? Барнаул, Алтайский край. Там живут люди? В Алтайском край-то? Это жительство Сибири называется. Не просто каз. Жительство Сибири. Тут бескрайние поля. А Горный Алтай горы. Считай, Таньшань. Богатая-богатая земля. Скоро Китаем станет, да? А? Скоро Китаем станет. Так подожди-ка, я не понял даже, что это делается. Тебе надо отдохнуть немножко. Благодарим Бога. Все? Тебе надо отдохнуть немножко. Я плохо слышу. Подожди-ка. Так. Газ у вас. Есть газ? Что есть? Газ. Газ. Газ нету. Газа нету. Я не беру. Он взрывается. Мы уголь берем. Уголь. Все, тебе пора отдыхать. Ты сейчас мешаешь. Я просил не кричать. Нехорошо это так. Потому что везде сообщают, то там развалилось, а то там до дом. Подъезды взрываются. Это пороховая бочка. Настоящего так, чтобы сохраняло. Не было утечки. А живешь ты не один. Это же где-то. А мы живем в частном доме. У меня не просто дом, где я сейчас сижу. А это чудо божье. Когда я вернулся, а это указ Президиума Верховного Совета СССР вышел о помиловании всех политзаключенных. А их было 210 человек. И верующих все гнали по политической статье 190 Примыри 70-й УК РСПСР. И освободили. А я когда вернулся, реабилитация началась. Реабилитация. Ну и что конфисковали-то отдавать надо? А как отдавать, когда нету? И 11 лет шел суд, и я его выиграл. И тогда рассчитываться-то нечем. Я предложил недвижимостью. Мы отдельно церковь здесь православную построили. В доме в частном. И государство это все пошло. Суд был, мировое соглашение. 226 квадратных метров. Приехал мэр города. Да не просто мэр, а входил в лучшую десятку мэров России. Баварин Владимир Николаевич. Корреспонденты в губернской газете пригласили фотографов. И все это в газете. Лапкин предпочел храм недвижимости. Статья была. И мы дали пример им, что нужно молиться, а не унывать. 11 лет мурыжили. Никак. И президент Верховного Суда СССР отменил все решения и начали по-новому. А тут уже другая, как говорится, власть пошла. И вот все, Господь. Не все заплатили. Нет. Одну двухсотую часть. И то нечем было платить. А должны были по тем деньгам не 11 миллиардов. Не миллионов, а миллиардов. Гундяев-то молодец. Ну, тогда его и не было. Тогда был Алексей. Сейчас-то он. Алексей второй был. Сейчас-то он как? Ну, как знаю. Молимся и все, все. Поминаем его. Я откуда знаю, как он. Я за него не отвечаю. Мне бы свою душу спасти. И вот все вспоминаешь. Не будь я с Богом. Вообще бы. Вот Господь позволил мне одновременно вести занятия в пяти университетах. Тринадцать школ. Во всех отделах милиции. Это пять отделов милиции в городе. Городской и краевой УВД. Я лет 20, наверное, ввел занятия. Три радиопрограммы каждую неделю. Одна онлайн. То есть по часовой открытым текстам. Так это техникум, заводы, фабрики. Сколько Господь. И везде приходил с литературой. Это даже высказать нельзя. Сколько Господь открыл нам здесь. И вот Господь позволил мне написать 38 томов книг. По 752 странице книга. И потом еще 7 книг у меня. В интернетной версии уже я не издал. Там по 800 страниц. 4 тома только стихов. И вот Бог положил мне на сердце, Господь, книги подарить библиотекам. И мы приобрели газель. И с Барнаула доехали до Владивостока. Тихий океан. Плещется. Собака. Нас два миссионера. И шофер. Приехали. И тогда отсюда забросили контейнера. Ставка была в Ростовской области. А потом в Калужской. И прошли до Лиссабона, Португалия. До Атлантического океана. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику, Север. 650 городов. И везде дарил полный комплект. А полный комплект книг, 38 томов, 750 евро стоит. Ну, а ты умножь на 650, а потом еще на 70 инфляция. И Господь позволил это. Господь, это человеку невозможно. Мы ночевали там в лесополосах. Там с собой что надо взять. Готовили пищу. 120 тысяч километров прошли. Так видели мои книги. Нигде-то в библиотеке у Владимировича. Владимировича Путина. У патриарха. Кого-кого? Книги мои видели в библиотеке Путина, когда его библиотеку показывали. Кто это такой? Путин. Это президент Российской Федерации. Это самозванец? Да нет, его избирали. Выборы были. Говорят, я не хожу, не голосую. Самозванцем его нельзя назвать.